Добрый день, дорогие коллеги! Позвольте представиться. Исполнительный директор Лиги содействия развития падиатрии Чижевская Ольга Борисовна. Я скажу несколько слов о нашей лиге. В октябре 2012 года компания-падиатр в содружестве с партнерами учредили общественную организацию Лигу содействия развития падиатрии с целью создания благоприятных условий для объединения врачей-падиатров, их профессионального роста, обмена опытом, реализации творческого и научного потенциала. Слышно меня? Прошу, слава. Даже без микрофона. Извините. Наша миссия – создание научно-практической базы, которая позволит объединить интересы врачей-падиатров и их пациентов. Цели Лиги – поддержка научно-исследовательской деятельности в области падиатрии, совершенствование образования и повышение компетенции врачей-падиатров, реализация программ по защите интересов врачей и пациентов. Какие преимущества дает членство в Лиге? Во-первых, Лига оказывает поддержку научно-исследовательской деятельности и проводит практические мероприятия. Членство в Лиге – это гарантированная информационная, консалтинговая и методическая поддержка, профессиональное общение, обмен опытом с российскими и зарубежными коллегами. Члены Лиги пользуются льготами при участии в мероприятиях Лиги, конференциях и мастер-классах. Научно-практический журнал «Падиатрия» – информационная площадка Лиги. Научно-практически рецензируемый журнал «Падиатрия» – это первое междисциплинарное издание, посвященное падиатрии в нашей стране. В журнале публикуются материалы как практической, так и теоретической направленности, а именно оригинальные статьи, обзоры, материалы конференций, публикации результатов исследований и прочее. Тематика журнала – падиатрия, травматология и ортопедия, биомеханика, спортивная медицина и реабилитация. Главный редактор – Фролов Владимир Александрович, доктор медицинских наук, невролог, мануальный терапевт, остеопат, падиатр, телесно-ориентированный психотерапевт, специалист по физической реабилитации, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечинова, Владимир Александрович занимает сегодня председательство еще вместе. Сопредседатель у нас – Нечаев Владимир Ильич. Так как президент у него сегодня нет, поднимитесь, пожалуйста, на секунду, Владимир Ильич. Научный редактор нашего журнала, врач высшей категории, ортопед-травматолог, мануальный терапевт, остеопат, врач спортивной медицины, главный специалист по падиатрии в нашей стране, председатель управления Лиги в содействии развитию падиатрии. Также у нас в президиуме опаздывающий по капитали Александрович Субозин. Представлю тогда его позже. В чем же заключается основное направление нашей деятельности? Смысл нашей работы? Ежеводные члены Лиги выступают на конгрессах, как сегодня, конференциях и мастер-классах. Мы переводим большое количество иностранной литературы. Участвуем в исследовании в сфере падиатрии совместно с партнерами в разных регионах России. Так о возможностях падиатрии узнают врачи по всей стране. В связи с тем, что специальность врач-падиатр пока не утверждена в России, и даже такой специальности в медицинских университетах пока нет, мы приглашаем зарубежных специалистов для чтения лекций и проведения мастер-классов. На наших лекциях изучают падиатрию врачи тех специальностей, которые так или иначе сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что начав с ортезов стопы, мы выявили новые возможности коррекции всего опорно-двигательного аппарата, влияя через подальный вход. Понимая это, мы расширили область нашего воздействия до макушки, добавив определение падиатрии, слова о взаимосвязях стопы и тела. Среди наших коллег врачи самых разных специальностей, травматологи-ортопеды, мануальные терапевты, неврологи, остеопаты, кинезиологи, спортивные врачи и врачи восстановительной медицины. В 2010 году в городе Черноголовке Московской области прошла первая научно-практическая конференция «Падиатрия. Сфера интересов», в которой приняло участие около 100 человек. В ноябре 2012 года мы провели вторую международную конференцию «Достижения падиатрии в медицине и спорте», в которой приняли участие уже более 200 специалистов из 14 стран. На конференции выступали эксперты международного уровня из Новой Зеландии, Польши, Егонии, Соединенных Штатов Америки и других государств. Собрав первый раз врачей разных специальностей, мы рисковали. Смогут ли они найти общий язык? Откликнулся ли на наше предложение взаимодействия между специальностями? Но наши опасения были напрасны. Врачи поддержали новый формат конференции, где докладчиками выступают и травматологи-ортопеды, и мануальные терапевты, и неврологи, и остеопаты, и врачи спортивной медицины, освещая одну общую тему, каждый со своей стороны. Цель нашей работы – собрать самый успешный опыт смежных специальностей, ведь владея информацией о возможностях не только своей специальности, но и других, можно найти оптимальный и комплексный метод лечения каждого пациента. Поэтому осенью прошлого года, в ноябре, состоялась третья международная научно-практическая конференция «Падиатрия. Дети». К нам приезжал автор единственного учебника по детской падиатрии – Анжела Маргарет Эванс, член Ассоциации падиатров Австралии, член Организации спортивной медицины Австралии, научный сотрудник Института исследований здоровья и реализации Обландского технологического университета «Новая Зеландия». Кроме этого, мы провели конференции по падиатрии в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Однако приходится признать, что специальность падиатра пока не нашла подобающего места в медицинских кругах. Именно с целью позиционирования падиатрии как науки мы и создали общественную организацию – Лигу содействия развития падиатрии. И считаем свои миссии создания научно-практической базы, которая позволит объединить интересы врачей-падиатров и их пациентов. И поэтому издание журнала «Падиатрия» – важный и нужный шаг в нашей работе. Мы приглашаем вас стать авторами нашего журнала. Самый свежий номер мы подготовили к сегодняшнему конгрессу, и вы с ним ознакомились. Мы не сомневаемся, что вы откликнетесь на наше предложение. Спасибо. Позвольте перейти к научной части. Первый доклад. Синдром короткой ноги. Легк-терапия перекоса таза, ортеза и стопы. Структуральные и невральные аспекты. Представит председатель управления Лиги содействия развития падиатрии, научный редактор журнала «Падиатрия» Владимир Ильич Мечаев. Город Черноголовка, Московская область. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать в этой тесно-душной эвозитии. Спасибо, что пришли. Надеемся, вас, скажем так, представить тот материал, достойно представить тот материал, который вы подготовили. Итак, первый доклад. Синдром короткой ноги. Легк-терапия перекоса таза. Это хронические дарцологии и структуральные и невральные аспекты. Название длинное, как и сама проблема. Достаточно видимо. Короткая нога, причины, последствия диагностика. Итак, короткая нога, классификация. Это по материалам зарубежных работ, но есть что и российское добавить. Итак, анатомическое упорочение. Почему возникает короткая нога? Это первая причина, это анатомическое упорочение. Идиопатические аномалии развития, дегенеративные заболевания, переломы в подростковом возрасте и раннем детстве. И самое главное, на мой взгляд, то, что мы, как правило, не учитываем, это травмы зоны роста у подростка-ребенка. То есть ребенок удачно приземлился, спрыгнул, травма зоны роста и нога либо начинает быстрее расти, чем другая конечность, либо наоборот, отстает в развитии. Это непредсказуемо. И когда уже приходит с патологией, с проблемой, это уже ребенку, скажем, 8-13 лет, и мы констатируем то, что есть. Вторая проблема – это функциональное упорочение. Очень широко распространенная проблема. Чем она вызывается? Асимметричная гипертронация, спазм укорочения мышц, то есть мышечный дисбаланс, контрактура суставов, гипермобильность и перерастяжение связок мышечного аппарата, несоосность аксиальных структур и скрученный таз. Видите, что здесь очень много авторов, которые подчеркивают важность этого компонента в формировании, в данном случае, функционального упорочения либо анатомического. Ну и самое главное, не бывает в чистом виде анатомического упорочения. Всегда присутствует функциональное упорочение как мера компенсации этого анатомического упорочения. Поэтому, когда мы видим пациента, мы должны это обязательно учитывать. В каждой анатомической упороченной ноге есть доля функционального компонента. Вот таких людей много, но вот таких, можно сказать, почти половина. Да. Анатомически короткая нога. Клинически значимая разница. Разные авторы дают разную величину. Наши коллеги-ордопеды могут вам сказать, что до сантиметра или полутора сантиметров мы вообще не обращаем внимания. А коллеги-осторопады или мануальные терапевты или неврологи могут иметь совсем другую точку зрения. Но в целом, большинство авторов сходится на том, что 5 мм – это та величина, которая уже дает клинические какие-то последствия. Это пороговое значение для коррекции разницы в длине ног. Значит, частота встречаемости. Это по данным Сарнацкого метода компьютерной оптической топографии рельефа тела, который сейчас очень распространен в России. Так вот, по его данным, у подростков короткая нога наблюдается практически в половине случаев. Ну, больше, чем в половине случаев. Это вот нормальный, условно говоря, а здесь с короткой ногой. Причем чаще короче левая нога. Но, естественно, что этот метод он не анализирует, за счет чего произошло укорочение анатомическое, либо функциональное, либо это асимметричность и несоосность с ротов нижних конечностей. Он просто фиксирует данные, что вот более чем половине случаев у пациентов и у всех нас наблюдается короткая нога. Вопрос, насколько это укорочение, насколько выражено это укорочение. И второй вопрос, это уже чисто личные наблюдения, насколько мобильнее дали пациенту. Если он с хорошей гибкостью, он может легко это компенсировать и обратиться с характерными жалобами только после 50 лет. Если же, значит, болевыми жалобами. Если это негибкий пациент, то жалобы приходят где-то в возрасте после 20-30 лет. Синдром короткой ноги. Как ни одна... Что наблюдается? Опс, извините. Сколиотические деформации, хроническая сервикология, люмбойшелгия, пельвикология, коксартроз, острого артроза колена, стопы, позвоночника, хроническая усталость, дисфункция в МЧС. То есть довольно большой набор патологий, которые связаны с укорочением нижней конечности. Как ни одна пациентка сказала, это говорит, у меня синдром бабушки. А что, это все болит? Вот, когда они приходят к нам в кабинет и говорят, что все болит, посмотрите на предмет короткой ноги. Короткая нога. Асимметрия постуры, утомления и хронические дарсалгии. Значит, ну, здесь я привел трех авторов. Ну, вот здесь можно, вот здесь, можно 33 автора насчитать, те, которые считают следующее. Что механический стресс тканей, как результат пороков осанки и дисбаланса постуральных мышц тела, основная причина хронических дарсалгий. То есть, большинство болей, скелетно-мышечных болей пациентов связаны прежде всего с асимметрией, а не с грыжами, как это принято считать в настоящее время. Вот, тот же Ландузи, он остеопат, стоматолог и кинезиолог, он сравнивает человека с короткой ногой с водоносом, у которого в бедрах налито разное количество воды. И, естественно, такой человек должен все время балансировать, удерживая эту равновесие и удерживает воду на плечах. Соответственно, перегружается одна сторона тела и не догружается другая. Вот, желтым здесь изображено давление. Соответственно, мышечная цепочка поднимается от стопы, это на короткой ноге, захватывает и длинную ногу, то есть определенные мышцы тела находятся в спазме. На короткой ноге, на длинной ноге эта цепочка поднимается вверх до противоположной лобавки и шеи. Я постараюсь это подтвердить. Причины и посредствия. Значит, считают, Гажея выбор асимметричного воплощения свода стопы вызывает выраженный перекос таза во фронтальной плоскости до 20 мм по линии задних верхних воздушных костей. В данном случае это моя пациентка. Значит, здесь вы видите асимметричное воплощение свода, сколиоз, такой очень хороший. Значит, разница в длине конечностей здесь 10 мм. Обратилась с болями в грудном отделе, она не могла ни убирать в комнате, ни мыть посуду, ничего. Диагностировано, скорректировано, живет уже несколько лет, все хорошо. Значит, но могу сказать по опыту, что вот такое положение свода, это прежде всего укорочение, результат укорочения ноги и асимметричность нагрузки на стопы в подростковом возрасте. То есть, один свод был раздавлен нагрузкой, а другой, другого не доставало нагрузку. Поэтому стопы здесь это следствие и причина. А причина здесь чисто анатомическое укорочение ноги. Это, кстати, рентген, пастуральная рентгенограмма, выполненная в положении стоя. И дальше я использую только этот метод. И дальше в последующем слайдах будет использоваться только такая рентгенограмма. Здесь показаны вот это подвздошные кости, гребни подвздошных костей, разница в 16 мм, перекос базиса крестца 24 мм, разница в длине конечности 10 мм и коэффициент асимметрии таза 1,64 мм. То есть, одна подвздошная кость в 1,64 раза больше, чем другая подвздошная кость. Когда вы смотрите такой рентген, вы видите, как будто, значит, ну, просто по каким-то причинам одна кость большая, другая маленькая. На самом деле это происходит потому, что происходит ротация подвздошной кости с наружной и внутренней разворотом. И чисто визуально у нас смотрится, что таз резко асимметричен по подвздошным костям. Типовые деформации стоп, плосковалкустные стопы и псевдополые стопы. Из-за того, что наше тело основывается, базируется на стопах, любая деформация стопы выражается в восходящей дисфункции в вышележащих отделах. В данном случае хочу обратить внимание, что вот плосковалкустные стопы и валкуст заднего отдела стопы он всегда асимметричный. На одной ноге больше, на другой меньше. Там, где происходит большая гиперфронация стопы, там происходит функциональное упорочение конечностей и соответствующий перекос таза. Но вот эти стопы псевдополые. То есть, когда вы на отпечатке смотрите, что здесь как будто полая стопа, на самом деле это с избыточной пронацией, с вот такой внутренней ротацией стопы, они еще более проблемные и несут еще больше патологий, чем вот эти стопы. Ну, в частности, могу сказать, что вот отсутствие опоры на большой площади стопы гасит массу рефлексов, которые в норме должны идти со стопы, с опорной поверхности стопы и вносит основной вклад в возникновение пастурального дисбаланса человека. Варус переднего отдела стопы, то есть в норме задний отдел, плоскость спорты и плоскость переднего отдела должны быть приблизительно параллельны, до 15 градусов. Здесь вот вы видите, что на верхнем снимке здесь примерно 20 градусов, а здесь 22 и 35 градусов. Значит, когда человек стоит, он не может стоять на двух точках, на пятке и пятой плюсневой. Первая плюсневая обязательно должна опуститься до касания стопой поверхности. Соответственно, возникает избыточная пронация, укорочение и восходящая дисфункция, укорочение конечностей, восходящая дисфункция с перекосом таза и тем самым синдромом короткой ноги. Значит, опять же, по опыту могу сказать, что вот таких детей, вот таких деформаций, прежде всего, я вижу у детей, которые получили родовую травму черепа и шеи. Они приходят в возрасте примерно 10 лет с проблемой плоскостопия. Но я вижу, что проблема плоскостопия это 10-я проблема, которую нужно лечить. А на первом месте это травма шеи и черепа. Но это я вижу как у стопа. Асимметричная гиперпронация и осанка. Здесь показано, что чем ниже укорочение, тем больше рычаг и тем больше сколиозирование позвоночного столба, компенсаторное сколиозирование позвоночного столба. То есть максимальный вклад в сколиозирование дает отклонение стопы. Сначала это асимметрии, а дальше по жизни, когда диск высыхает, грыжа диска. И мы можем сколько угодно лечить грыжи диска. Одну залечим, другая вылезет, пока мы не уберем асимметрии. Это было все в статике. А что происходит при походке? Если у одной ноги а длинная нога у нас всегда будет в гиперпронации, эта гиперпронация избыточно закручивает через вилку голеностопного сустава закручивает голень, колено, бедро, таз, возникают соответствующие болевые синдромы перегрузки, соответствующая компенсаторная походка с большими латеральными колебаниями тела во время ходьбы или бега. Соответственно, гипермобильность в поясничном отделе со всеми вытекающими отсюда последствиями клинического уже значения. короткая нога и шея. Мало того, что называют короткую ногу и шею, но вот наши неврологи, это школа Голубева, значит, они считают, что, и дальше на слайде покажу, насколько это важный момент. Я просто взял шесть пациенток, больше не поместилось, значит, это опять же пастуральные рентгенограммы с короткой ногой вот здесь короткая 8, 6, 6, 8, 6, 36 мм. Значит, короткая нога. И посмотрите на их шею. Значит, вот эта белая линия, это сагитальная плоскость. Она проходит, они ставят стопы строго симметрично вокруг сагитальной плоскости, то есть она должна показывать как бы центр, центр тела. Видите, как она не совпадает? Здесь примерно на одну треть голова сдвинулась относительно этой сагитальной плоскости. Желтая линия, это вертикаль, брошенная из зуба С2. В норме эти плоскости должны совпадать. Вернее, эти линии должны совпадать. Ну, вот здесь посмотрите. Как может не болеть шея или голова, когда у вас вот такое пастуральное отклонение в области шеи. И вы можете сколько угодно лечить мануально, использовать все продвинутые препараты. Вы ничего не сделаете с этим пациентом, будет только симптоматическое улучшение. Пока вы не найдете причины, не скомпенсируете эту проблему. Пастуральную проблему. Наличие короткой ноги один из основных факторов, объясняющий формирование и существование латеральных, миофасциальных, мышечно-тонических синдромов в шее. Феномен короткой ноги представлен во всех разных группах. Это опять же лекции профессора Голубева. Мануальная диагностика. Когда к вам приходит пациент с жалобами вот так, все болит, значит, и если вы его будете смотреть, не учитывая постановку стоп, вы очень часто прозеваете короткую ногу. Значит, советую поставить пациента вот такую стойку, пятки вместе, носки вместе, и тогда перекос стаза будет гораздо более явным. И визуально, и мануально. Но ни в коем случае не ориентируйтесь на гребни подвздошных костей в качестве количественной меры разницы длины ног. Это вас может очень сильно обмануть. Вот тест пятилений, который используется в данном случае в остеопатии. Значит, это ручной тест. Значит, вы можете оценить перекос стаза вот по этим линиям. Значит, но самое главное, на что обращайте внимание, это треугольники талии. Это даже любой не владеющий мануальными навыками может увидеть и оценить. И уже послать пациента к тому специалиста, кто может с ним работать. Вот, для примера, аронтомически короткая нога. Здесь укорочение 30 миллиметров. Значит, перекос стаза. Девушка тут порядка 35 лет. Посмотрите, здесь какая складка, какие треугольники талии. Ягодичные складки. Да, ягодичные складки очень четко повторяют укорочение конечностей. То есть, они дублируют как-то это укорочение. Подколенные складки. И посмотрите, здесь вертикаль, гравитационная вертикаль, посмотрите, куда она падает. Она падает на одну ногу. Точно так же и здесь. Значит, эта нога будет все время перегрузки. Здесь будет страдать все. Колено, тазобедренный сустав. Это с точки зрения перегрузки, чисто статики. А в динамике будет перегружаться тазобедренный сустав на длинную ногу. И он раньше выходит из строя, чем на короткой ноге. По статистике. А это функциональная короткая нога. Сильно они не отличаются по треугольникам талии, но по рентгену сильно отличаются. Здесь укорочение 0. Разница между длиной ног 0. Но большой перекос базиса креста. Дело в том, что базис креста нашими рентгенологами практически не учитывается. Но дело в том, что весь позвоночник стоит на крестце. И если вы крестец не выравниваете, грошится на вашей работе хоть мануального терапевта, хоть от стопата, значит, все равно это будет возвращаться. И опять же перегрузка одной конечности. Видите? Следующий. Значит, ну для тех, кто не занимается мануальной терапией и стопатии, могу сказать, что функциональная короткая нога образуется за счет скрученного таза, когда одна подвздошная кость чаще правая выходит в наружную ротацию и в открытие, а левая в закрытие. И там, где нога идет в открытие, то есть где подвздошная кость идет в открытие, нога выдвигается, удлиняется. А где в закрытие, она укорачивается. Возникает вот такая синдром короткая нога функциональная. Но дело в том, что для наших структур неважно, анатомическое либо функциональное укорочение, они все равно перегружаются и плачут. Поэтому нужно уметь диагностировать и корректировать. Значит, определение укороченной ноги. Значит, есть множество техник укорочения, диагностики укороченной ноги. Они, как правило, не точны, либо очень обременительны. Я несколько лет назад предложил использовать функциональный тест для измерения короткой ноги. То есть, производится функциональный тест, тест наклона. Пациент, доктор, вот таким образом анализирует движение подвздошных костей, ЗВПО, значит, и под короткую ногу подкладывает определенное количество плашек. Пока не наступит равновесие. Вот это количество плашек и есть укорочение. Но при функциональном укорочении это может, как правило, это количество в два раза больше в миллиметрах, чем истинное укорочение. То есть, бывает функциональное укорочение, которое мы мануально можем свести на ногу, а бывает анатомическое плюс функциональное. Так вот, когда мы мануально работаем, мы функциональное обувь убираем, остается одно анатомическое, которое требует компенсации. Ну, вот так лечат многие И ноги без результата. А так лечим. Влияние позиции пятки на пастуральную мускулатуру тела. Здесь, это моя спина, подкладывался клинышек, который используется для коррекции ортезов стопы. И вызывалась искусственная пронация правой пятки, супинация правой пятки или пронация правой пятки. И смотрите, как менялся рисунок тонуса мышц спины. Вот эти белые линии, они соединяют экстремумы, то есть более западающие и более выступающие части спины. Вот и тактное состояние, здесь и здесь. Ну видно, что тонус мышц менялся. То есть даже вот такой небольшой клинышек, подставленный под пятку, вызывает изменение тонуса мышц спины. Дело в том, что у нас стопа, это станция отправления анатомических поездов. И вот, извините, любое изменение положения стопы через анатомические поезда переходит на вышележащие структуры всего тела. Итак, анатомическая короткая нога, коррекция. Ну очень просто, подобрать величину коска, подставить его и жить с ним, всю оставшуюся жизнь. И более сами собой. Нет, значит не доделаешь что-то. Значит, какие коски у нас предлагаются? Это в аптечной сети у нас предлагают вот такие коски. Посмотрите, 30 мм. Довольно большой, обширный, его в обувь не вставишь. А если вставишь, то наша пятка будет выпрыгивать из обуви. Вот этот косок, он из поролона, он не держит вообще высоту. Этот чуть жестче, но тоже не держит высоту. А это те, которые мы научились сами делать из специальной пробки, пробковой резины и выпускаем в компании подъяток. Здесь 4-6 мм, которые легко вклеиваются в обувь на двустороннем скотче и носятся пока примерно 2-3 года один косок работает. Стратегия. Значит, если вы обнаружили короткую ногу, анатомически короткую ногу, значит, если у вас укорочение 3-6 мм, косок помещается внутрь у обуви. Если у вас более 6 мм, рекомендуется эту величину разбить до 13 мм. Разбить на две части, одну обувь, одну набойка на обувь. Значит, и если косок более 13 мм, то тогда эту коррекцию нужно растянуть по всей стопе. В противном случае у вас будет перегрузка среднего отдела стопы и начнутся амтрозы и боли в среднем отделе стопы. Невральный аспект, который гораздо менее изучен, чем чисто механическая коррекция. И я постараюсь его донести до вас. Значит, вот книга по боли в спине, очень толстая книга, 600 страниц, американская. И у них глава реабилитации начинается со стопы. То есть вот с этой картинки и с вот этой картинки. Где пациента учат укорачивать стопу, создавая напряжение в мышцах стопы. А потом научиться поддерживать устойчивость на неустойчивых предметах. То есть устойчивость тела. И только потом направляют, как у нас там, упражнения по типу Бубновского или Дикуля. Но начинается все две недели. Вот так работают сначала. Положительная реакция опоры. На этом, в общем, построена вся коррекция, невральная коррекция стопы. Дело в том, что в современных учебниках физиологии показано, что если... Вот, извините. Если дополнительное давление возникает с одной стороны стопы, стопа поворачивается в сторону источника стимуляции в попытке вернуть баланс давления. То есть вот человек отклонился. Давление здесь возросло. И тело само командует так, чтобы мышцы... Сработали мышцы и ликвидировали это избыточное давление. То есть вот таким образом. Таким же образом и человек выравнивается. Значит, таким же образом работают и наши клинышки, которые используются для коррекции ортезов стопы. То есть создается... Он подкладывается там, где есть дефицит давления. И за счет стимуляции подошвенных мышц и зон проприорецепции стопы происходит коррекция, чисто мышечная коррекция. Значит, это работа 60-го года, выполненная ЦИТО, где пациентам предлагалось стоять просто на гладкой поверхности, а потом на рельефной поверхности, которая соответствовала рельефу его стопы. И было показано, что если здесь возникают пики давления, то вот здесь давление одинаковое. И тогда профессор Зыбин сделал вывод, что стилька должна делаться из материалов, упругоэластических материалов, которые должны полностью повторять рельеф стопы. Это основное условие. А не так, как у нас, скажем, делается сейчас ортезирование, это поддержка сводов стопы. Это чепуха. Ну, во всяком случае, заблуждение. Технология фронтотикса. Образование коррекирующих клиньев в теле стильки. Перераспределение и нормализация давления под стопу. То есть, когда мы ставим стопу на разогретую заготовку стильки, она пластична, мы за счет давления веса тела, это давление выравнивается, и внутри, под стопой выравнивается, и внутри теле стильки образуются коррекирующие клиньи разной толщины. И тем самым нормализуется и происходит нормализация давления под стопой. И не нужны эти реакции ориентировочные для поддержания равновесия, потому что выравнив давление под стопой, мы выравнили и поплю рецепцию со стороны стопы. Уходит мышечный дисбаланс, который всегда присутствует у людей с перекосом таза и с синдромом короткой ноги. Опять же, технология фарктотикс, это девушку поставили просто, босиком она стоит, это на стельках, и это на стельках плюс косо. Значит, это та же самая технология, топографическая рельефа тела. Значит, опять же, белые линии, вот исход, и вот коррекция. Между этими фотографиями, ну, там, по одной минуте максимум. Но дело в том, что в асимметрии постуральных рефлексов, то прежде всего проявляется движение, или больше всего проявляется движение. Это, значит, тест по КУД, картания. Вот две группы пациентов с асимметрией, выраженной асимметрией и перекосом таза. С этой группой работали остеопатически два раза, и вот результат. Эта асимметрия по этому тесту исходная, это через 4 недели. А эта асимметрия исходная, это другая группа. И им тут же надевали стельки, сверху натягивали тонкий носок капроновый, и они повторяли этот тест. Посмотрите, очень сходный результат. Отсюда можно сделать вывод, что стелька, мягкая ортопедическая стелька, ликвидирует асимметричность, значительность степени, снижает асимметричность постуральной мускулатуры тела. И асимметричность постуральных рефлексов в движении. Отзывались, да. Все. Значит, дальше я хочу показать вам просто мышечные тесты. 30 секунд. Значит, я не буду читать, вы их из прикладной кинезиологии хорошо знаете. Значит, дело в том, что те тесты, которые я показывал, они аппаратные, они достаточно обременительные по времени и дорогостоящие. Есть ряд тестов из прикладной кинезиологии, которые можно легко научиться делать и выполнять в кабинете. В данном случае пациентка с короткой ногой, видите, я назвал это стронг тест, то есть сила рук проверяется. Я давлю и легко преодолеваю ее давление. Дальше я подставляю косок 8 мм, и я уже не могу преодолеть ее давление. То есть пациент мгновенно становится сильным. Не мышца становится сильной, просто она за счет фасилитации, то есть с мышц агонистов, эта мышца становится гораздо сильнее, чем она была. Жесткость опоры его в сторону. Это мужчина очень хорошо физически подготовленный, он босиком, и тем не менее ассистент преодолевает его силу, видите, как он напрягается, и не может преодолеть. И мы поставили в стельках, а ассистент на него упал, но не может преодолеть силу мышц. Очень просто. Я таким тестом проверяю, работают стельки или нет. К вам пришел пациент с другими стельками, какими-то. Вы поставили его на эти стельки и тестируете его таким тестом. Если сила рук снижается, значит стельки не работают. Поставьте его на поролон, просто на коврик поролоновый, и вы получите, что сила мышц увеличилась. Значит, это шаговый механизм. То есть здесь в норме, когда человек стоит в положении шага, маховая рука должна слабеть. Она не слабеет, он стоит до сих пор. Дальше его поставили на стельки, она слабеет. То есть в норме, когда человек идет, маховая рука и маховая нога должны идти в противоположной фазе. Если это не случается, это постуральный дисбаланс. Ну и вот самое простое. Вы смотрите флексионный тест стоя на жесткой опоре, и вы видите здесь феномен ускользания, а здесь не открывается сустав. В данном случае. Поставили его на мягкое, можно на стельки, можно на поролоновый коврик, и вы видите, что сустав тут же открылся. Поражает по реакции, по скорости наступления вот такой реакции. Позитивной реакции. Спасибо за внимание. Следующий доклад на тему «Использование метода спираль-динамики падиофрии» представит руководителя клиники восстановительной медицины доктора Григоренко, врач-невролог, доктор остеопатии Европы, реабилитолог, ортопед, Андрей Алексеевич Григоренко, город Москва. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я бы сегодня хотел рассказать вам. Мой доклад носит больше информационный характер. О спиральной динамике доктора Ларсена. Это наука, которая призвана помочь нашим стопам стать здоровыми. Хочу коротко сказать, что в конце прошлого года Лига содействия падиатрии пригласила этого доктора в Москву. И на том мастер-классе, и на том семинаре, что он провел, мне показалось, что за этим большое будущее. То есть это сильное дополнение к тому, что уже существует в методах лечения, и используется, в частности, компанией падиатр. По проблемам спины имеются тысячи концептов и миллион рецептов. В то же время медицина в течение десятилетий не уделяла и не уделяет должного внимания стопам. Это высказывание доктора Кристиана Ларсена. И, конечно, все это подтверждено статистически. Кто же он? Это врач, основатель и руководитель медицинского центра спиральной динамики в Цюрихе. Он является и создателем уникальной методики спиральная динамика, умное движение. Автор многочисленных научных популярных книг о стопах. Я могу сказать, что в Европе сейчас этот человек очень известен. И его книги издаются в самых серьезных медицинских издательствах. А президент, он является президентом созданной им компании. И могу сказать, что это очень интересный человек. И интересующийся и медициной Тибета, Китая, Индии. И хотелось бы добавить, что у него уже 20 лет своя школа Айкидо. То есть он изучает биомеханику движения, которая помогает лечить и в то же время защищаться. О концепции. Доктор Ларсон сформулировал концепцию спирального движения, что, по словам автора, является концепцией самой природы. Эта методика получила название спиральная динамика, умное движение. В основе концепции лежит представление о том, что движение в нашем трехмерном мире, основное движение, это спираль. И все живое в этом мире двигается по траектории спирали. То есть даже наши суставы, они, как правило, часто совершают движение в трехмерной плоскости. В основе патологии опорно-двигательного аппарата и в особенности стоп лежит нарушение правильного трехмерного физиологического движения, заложенного природой. Доктор Ларсон создал методы диагностики этих нарушений и способы восстановления. И в концепт лечения входят 3D массажные техники, то есть когда массажные движения происходят сразу одновременно в трех плоскостях, формируя правильное положение стоп, конечностей. 3D лечебная гимнастика, когда пациента обучают анализировать свое движение и воспроизводить именно его в полном трехмерном объеме. И третье это вот обучение 3D движения. А чудо-сотворение спирали, посмотрите, то есть это вот на данном слайде просто приведены. Это волна, это молекула ДНК, а это домкрат. Вращательные движения вокруг трех осей в пространстве, полная свобода, полная стабильность и невероятная мощь. Помните, как небольшой домкрат поднимает любую практически массу. И соответственно наши стопы, они по силе может быть даже превосходят домкрат. Стопа и спираль. То есть вот здесь я опять же хочу коротко, это вот ссылки на доктора Ларсона, то что он приводит в своих книгах и в своих методиках. Модель, то есть мы по большому счету имеем 3 оси движения в стопе. Первая ось это вращение, то есть это как бы сагитальная ось. Потом и там происходит движение такой спирали, то есть передняя часть стопы она вращается внутрь, а задняя часть стопы, представленная пяткой, она при движении вращается внутрь. И также он рассматривает движение свода стопы, которое одновременно выполняет такое S-образное движение и третье движение, ну это лучше конечно показывать на макете, выполняет такое S-образное движение стопы как доллар. И моделируя это движение на теле пациента, мы возвращаем ему определенные степени свободы. Значит вот это один из ярких примеров доктора Ларсона, это снимок из его книги, то есть мы видим пациентку до лечения и пациентку после лечения. Ну я могу сказать так, то есть методика работает эффективно, но не очень быстро. То есть в среднем на формирование стопы и обучение пациента правильным движением уходит полтора года. От года до полутора, да. Ну на самом деле полтора года могут пролезутнуть очень быстро и за это время не произойдет ничего. И в то же время если пациент находится под вашим чутким контролем, вы можете через полтора года сделать его здоровым и счастливым. Статистика. Проблемы стоп на втором месте после боли в Палестиции по распространенности. Две трети всех детей планеты имеют функциональные или структурные деформации стоп. 40% взрослого населения страдают из-за проблем в стопах. 5% населения подвергаются операциям практически каждый год. Методика доктора Ларсона помогает избегать операций. Это все статистика, которую он приводит в своих научных публикациях. Вот в ЦУВИХе за последний год, последний год это 2014 год, по его статистике 179 человек избежали операций. Основные положения. Я коротко расскажу, что лежит в основе методики доктора Ларсона. Безусловно, эта методика опирается на все то, что уже существует в мире патриатрии и добавляет, скажем так, свои определенные принципиальные нюансы. Первое. Пяточные кости должны стоять вертикально. Это как некий фундамент, это основа. Принцип клина. Или чем больше нагрузка, тем больше устойчивость. То есть, к этому мы перейдем дальше в следующем слайде. Принцип спирали. Принцип волнового движения. И принцип правильного положения осей. И принцип центрирования таза. Итак, пяточные кости должны стоять вертикально. Без вертикального фундамента никогда не будет ровного дома. Если фундамент и стены дома вертикальны, то вертикальная нагрузка будет только укреплять этот дом. Даже малая кривизна фундамента приведет перенагрузки к его разрушению. Стопы. Это фундамент. Фундамент стопы формируется из вертикального положения пяточной кости. Принцип клина. Стопы представляют собой арку, в вершине которой лежат три кости клиновидной формы. Их роль такая же, как у камня замка в готических арках. Помните, по курсу истории мы вам все время показывали эту арку и ключ замок, камень замок. Я прошу прощения, камень замок. Соответственно, чем больше усилия на этот камень замок, тем больше устойчива сама структура. И здесь происходит то же самое. Если пяточная кость стоит вертикально, вертикально идет нагрузка, то вот эти три клиновидные кости расклинивают свод стопы и делают его максимально прочным. Принцип спирали. В основе меры лежит спираль. Она обеспечивает стабильность, компактность и высокую подвижность. В нашей стопе тоже совершаются спиральные движения. Пяточная кость и передняя часть стопы скручиваются в противоположных направлениях. Пяточная кость вращается наружу, а передняя часть вращается внутрь. Это спиральное движение приводит к уплотнению трех клиновидных костей и к усилению конструкции стопы. Принцип волнового движения. При перекатывании стопы по поверхности в ней возникает волновое движение. Генератором волнового движения являются мелкие мышцы стопы, которым, кстати, до длительного времени вообще не уделялось никакого внимания и считалось, что эти мышцы не тренируются, с ними невозможно ничего делать. А тем не менее, оказывается, все можно. Эти мелкие мышцы при наступании гасят и распределяют нагрузку и при отталкивании формируют силу для нового волнового движения. То есть, по сути, это сильный механизм, который мы тоже должны использовать для своего движения. Принцип правильного положения осей. Ну, здесь сложно спорить, да? Соосность, правильная соосность суставов, она определяет механическую выносливость. И чем, скажем так, правильнее носоосность, тем дольше могут служить наши суставы. Секрет здоровых ног – прямые, вертикальные, без отклонения от оси стопы, голени, бедра. Ну, вот здесь вот конкретные примеры, да? То есть, ух, сейчас. Значит, прямо стоящая коленная чашечка. Видите, передняя часть при движении так вращается внутрь, здесь пяточка как бы идет наружу, и в этот момент голень вращается внутрь, а бедро делает вращение наружу, да? И вот эти все механизмы движения нужно разбирать на подсвете, смотреть, что же с ним происходит, и в каком моменте, да, происходит сбой. И восстанавливать этот механизм движения. Принцип центрирования таза. Ну, безусловно, мы все понимаем, что центрирование масс и вообще источник нашей силы, он находится у нас в области таза. И поэтому правильное равновесие и положение таза в статике, это то, о чем говорил Владимир Ильич, то есть мы говорим о кресце, мы говорим о тазовых костях, о их правильном положении. Если там не будет баланса и правильного положения, то и всего остального добиться очень сложно. Поэтому это вот следующий пункт. Собственное лечение. Чтобы не утомлять вас, я коротко повторюсь, значит, это специально разработанные техники массажа, о которых мы здесь рассказывать не будем, да, соответственно, специальная гимнастика, использование ортопедических стелек, обязательно, вот, и обучение движению. Конечно, процесс этот трудоемкий, и невозможно сделать это ни за месяц, ни за два. Значит, массаж 3D, вышечно-суставное перепрограммирование, как говорит Ларсон, мы как скульпторы придаем новое положение стопе и конечностям в трехмерном пространстве, воздействие через проприорецепторы на головной мозг, формируя правильную форму стопы. 3D-гимнастика разработана для правильного положения стоп и нижних конечностей в трехмерном пространстве. Я, конечно, хочу сказать, что основной акцент в своих книгах доктор Лассен делает на стопы, но на самом деле это человек, который сформировал целое направление для целого тела, для единого тела. И очень популярное направление, например, 3D-йоги, 3D-лечебной гимнастики, где моменты своего спирального движения, начиная со стоп, он интегрирует во все части тела. Просто я хотел повториться о том, что вот в декабре 2014 года Лига содействия педиатрии пригласила доктора Ларсена на проведение практических семинаров. И с января 2015 года я как руководитель клиники, скажем так, поняв, что это та часть, которая мне очень понравилась, и я увидел в методике Ларсена некое продолжение своих ощущений, влечений своих идей, а вот мы активно стали использовать эту методику. Но я не могу говорить сейчас о каком-то серьезном научном опыте, да, я не буду ни о чем утверждать, потому что ведь мы говорили год-полтора, да, мы начали с января, но пока мы приступили, то есть этот срок, ну, стал попозже. Ну, могу сказать, что порядка 27 пациентов с плосководительными стопами. У всех, на наш взгляд, действительно было выявлено нарушение вот спиральной динамики стопы. То есть люди практически и не подозревают, мы привыкли жить в двухмерном пространстве, мы не осознаем, что у нас есть третья плоскость, подключение которой кардинально многие процессы делают более эффективными, и процессы лечения в том числе. Вот. Поэтому сейчас мы начали, и я могу сказать, что с большинством пациентов мы смотрим и свод стопы, отпечаток на плантоскопе, проводим определенные замеры, да, я могу сказать точно, что результат достигается очень эффективно. Уважаемые коллеги, и я все сказал. Спасибо. Докладная тема. Лечение болевого синдрома, развившегося на фоне энтезопатии, препяточный шпорт, представит председатель, сегодня Владимир Александрович Пролов, город Москва. Уважаемая Борисовна, уважаемые коллеги, позвольте представить. Вы работаете? Да я могу без него. Результаты нашей работы, вот здесь представлено название, проблема, актуальность проблемы объясняется прежде всего тем, что боль в стопе относится к одной из самых популярных болей, причем причины развития боли в стопе очень разнообразны. Они могут быть результатом, как, например, тенденида, ахиллого сухожилия, плантарного фасциита, различных туннельных синдромов и других патологических состояний. Однако шпоры стопы и подошвенный фасциит встречаются в клинической практике, во всяком случае у нас чаще всего. У 15% всех пациентов, которые обращаются по поводу боли в стопе, боль локализуется в плантарной части пятки. Из них, обратите внимание, 75%, итак, у 75% боль в стопе является следствием синдрома пяточной шпоры. Эта боль всегда изменяет оптимальный двигательный стереотип, паттерн ходьбы, вызывает изменения походки, нарушает нормальную биомеханику суставов и мышц, не только стопы, но и всей опорно-двигательной системы. Боль может носить сваткообразный, ноющий или острый характер. Боль часто усиливается при нагрузке на стопу после длительного сидячего положения или после вставания с постели. Это называется постстатической дискинезией. Какие существуют на сегодняшний момент методы лечения? Как всегда, есть и присутствует болевой синдром априори во всех инструкциях и во всех методах, писаниях методов и методик и технологии лечения присутствует анальгетика. Это путь в никуда. Не нужно лечить эту боль анальгетиками, добрым словом, вкусной таблеткой. Физиотерапия. Ну да, ну статяшка. Массаж уже хорошо. Хирургические методы лечения чаще всего это парциальная фасциотомия, которую категорически мы вам не рекомендуем, потому что она нарушает статику как минимум одной нижней конечности, а значит начинает коллаборировать практически весь опорно-двигательный аппарат и в целом вся опорно-двигательная система. Существовал сейчас в меньшей степени, но тем не менее встречается воздействие жестким рентгеновским излучением на вот эту самую замечательную пяточную шпору. Абсолютно, так сказать, абсурд и совершенно не рекомендую это делать. Инъекции гормональных препаратов. Очень коварная вещь. Вот этот знаменитый дипроспан, который любят наши замечательные коллеги, травматологи, ортопеды. Особенно в случае с пяточной шпорой. Здесь очень большой подводный камень, потому что в ответ на введение гормональных препаратов может возникнуть неопротимая дистрофия с атрофией жировой подушки коварочной шпоры. И получается, так сказать, мы инвалидизировали пациентов. Все по Виктору Степановичу. Хотели как лучше ятрогине. Лечебная гимнастика, да. И так называемые народные методы лечения, привязывание различных капустных листов и всего прочего. В народных методах лечения существует рациональное зерно, но мы его в плане, так сказать, научного подхода преобразовали в то, что мы сейчас называем мануальной терапией, остеопатии, прикладная кинезология, ну и другие, так сказать, подходы. Вот рентгенодиагностика пяточной шпоры. Как она выглядит в сагитальной проекции, в сагитальной проекции, соответственно, на рентгеновском снимке. Во всех учебниках, во всех описаниях, соответственно, рассказывается о том, что при глубокой пальпации в проекции пяточной шпоры возникает боль. Мы уже пролечили не одну тысячу пациентов. С этой патологией. И пришли к выводу, что в проекции пяточной шпоры практически боль никогда при глубокой пальпации не встречается. Она может быть где угодно. Например, по боковой поверхности, по задней поверхности пятки. И очень далеко, собственно, от проекции пяточной шпоры. Целью нашего исследования было бы изучить особенности развития клинического течения болевого синдрома препонатологии. Разработать методику лечения воздействия на ключевые звенья патогенеза данного заболевания. Материалы и методы здесь представлены. Я считаю, что это достаточно большая выборка, которая нам позволяет представить вам, соответственно, наши, так сказать, результаты нашей диагностики и лечения. И, собственно, ту технологию, которая оправдала себя в клинической практике. Методы диагностики. Естественно, рентгенографирование опеих стоп с агитальной проекцией, подоскопирование, мануальная диагностика, астрологическая диагностика, пальпация болевых зон. И, не удивляйтесь, психодиагностические тесты. Почему? Потому что если имеется болевой синдром на уровне структуральном, я понимаю, что с точки зрения филологии и лингвистики слово структуральное не очень подходит, но так принято называть, так сказать, патологию со стороны структуры, структуральной остеопатии. И если имеется генератор боли по Академику Крыжановскому, значит, обязательно присутствует в той или иной степени выраженное эмоционально-эффективное расстройство. Чаще всего это депрессия, невротическая депрессия, которую пациент совершенно, так сказать, не расценивает как депрессию, но при психодиагностических тестах, можно брать Макгила, в частности, Бека Гамильтона, там присутствуют, так сказать, депрессивные расстройства, которые крайне резистентны к фармакотерапии, к психофармакотерапии. И по статистике официальной вы наверняка знаете, что антидепрессанты, вне зависимости от того, это старый добрый амитриптилин или, так сказать, прозок, который едят килограммами, он работает только у каждого седьмого пациента, у шести эффекта нет. Почему? А потому что присутствует генератор боли на уровне структуры. И что же с ним делать? По данным геновского исследования, различные, так сказать, сочетания шпор и, соответственно, соответствия стороны боли и наличия шпор. Почему мы предлагаем вам, так сказать, вот этот слайд? Потому что наличие шпоры, верифицированное биологически, совершенно не соответствует той стороне, где имеется боль. Проще говоря, если боль имеется справа, а, соответственно, шпоры справа может и не быть, а она может быть слева. Почему это происходит? Сейчас объясню. Подоскопирование плосковальгусной стопы это основная причина боли и нога, нарушения походки и осанки. Вот результаты подоскопирования. Поперечная плоскостопия, продольная плоскостопия, полая стопа, плосковальгусная и сколько, соответственно, всего. Вот гендерные, так сказать, различия. Симметричность конструкции, осевой скелет, позвоночный столб, нижние конечности. Вот это, конечно, то, на что мы должны ориентироваться. Но, в принципе, человек, не любая, любая органическая структура во Вселенной, как, впрочем, и неорганическая, она никогда не может быть симметричной. Вот здесь я, соответственно, перекликаясь с предыдущими нашими коллегами, хочу вам сообщить, что это некий идеал, к которому мы должны стремиться в процессе реабилитации пациента. Но это недостижимый идеал, и этого быть не может. Потому что любая структура во Вселенной, в нашей галактике, в нашей Земле, она совершенно, так сказать, даже в процессе внутриутробного развития, в закладке, формируется по числам Кибоначчи. А число Кибоначчи, как число Пи. Оно никогда не делится до конца. И поэтому, вспомните, спираль ДНК, лево-право закрученную молекулу глюкозы и так далее. Но это отдельная перспектива, мы на ней сегодня не будем останавливаться. Вот обратите внимание, основные, так сказать, реперные точки, на которые мы обращаем внимание. Четыре пары основных опорно-двигательных шармиров тела. Центр тяжести тела, соответственно, проекция центра тяжести в пределах полигона опоры, между стопами, 14 мм впереди от медиальной лодыжки. Результаты мануальной диагностики на лично-функциональных блоках в суставах стопы. Так как врачи не знают нормальной анатомии, так называемой нормальной анатомии человека, вот что вы, так сказать, реально себе представили, я не прошу ответить на вопрос. Вспомните, зимняя сессия второго курса, а сколько у человека мышц, суставов и костей. И вы получите ответ, как вы хорошо знаете, анатомию. Поэтому, соответственно, запомните, что стопа по своей структуре, изяществу, красоте, завершенности и функциональности удивительнейший орган. Он состоит из 28 костей, включаясь и самовидных, 31 сустава, 38 мышц, собственно, стопы, 56 связок и 7200 нервных волокон. Почему такая сложнейшая по своей структуре орган такой сложный, соответственно, так сказать, для чего он нужен? Потому что он испытывает гигантские нагрузки. И, соответственно, вот здесь мы представляем вам в результате мануальной диагностики, соответственно, в выбранной нами группе пациентов, сколько вот этих суставов, 31 суставе между 28 костями, сколько функциональных блоков мы выяснили. Это просто гигантское количество. Вот распределение патологии нижних конечностей. Здесь различные виды патологии в виде графика. И вот взаимоотношение стопы и шеи, о котором говорил уважаемый Владимир Ильич. Должен нам сообщить, что проблема со стопою, наличие пяточной шпоры, плантарного фасциита и радиации воли со стороны стопы, вне зависимости от того, какая она стопа, от лосковой альбусной или песковой, пеской, квина, в любом случае, когда к вам приходит пациент и жалуется на Muscle Tangent Headate, головной и боль напряжения, не нужно назначать какие-то, так сказать, препараты. Проблема вот, пардон, проблема находится здесь. Вот по этим мышечным петлям, это из атласа, так называемых мышечных петель, Томаса Майерса. Данные визуальной пастерологической диагностики. Собственно, так сказать, классическая, у нас уже классическая в падиатрии диагностика, она немножко отличается от остеопатической, мануально-терапевтической, в сторону некоторого усложнения и обогащения. Идеальная осанка, вот то, чего не бывает. Обратите внимание, на каждой стопе 20, в норме должно быть 20% нагрузки на пяточные кости, на пятый плюс-рефаланговый сустав 13 и, соответственно, на первый плюс-рефаланговый 17. Наиболее уязвимое повреждение участки переходных зон тканей, где происходит изменение их эластических свойств, называется энтеза. И вот, соответственно, что нам оставил уважаемый профессор Приоров. Определение микротравмы, которые происходят, так сказать, на том уровне, где единое, соответственно, шесть полотен плантарной фасции, идущей от каждого пальца плюс от пятого метатарза, присоединяются к чему на пяточной шпоре? Едином, так сказать, сухожилием. Во всех книгах написано, что они присоединяются к костям. Если вы читаете в каком-то тексте, что мышца присоединяется к костям, выбросьте эту книжку. Мышца присоединяется к надхоснице, а надхосница – это часть второго мягкотканного скелета. И вот микротравма, когда идет напряжение в результате изменения трехмерно-пространственной позиции стопы, соответственно, отслаивает надхосницу. И вот это, так сказать, пустое место, оно пустое не бывает в природе. Вот в эту палатку, условно говоря, на первом этапе, соответственно, формируется волокнистый хрящ. На втором этапе, если не лечить пациента, туда выпадают соли кальция и магния, и на третьем этапе мы с вами имеем вот такой костный вырост, который лечит в том числе сейчас какой-то жутко дорогой офицерский аппарат – 160 тысяч ойро. И, соответственно, вот, как это называется? – Ударно-волновая. – Ударно-волновая. Не нужно, так сказать, тратить бешеные деньги, потому что то, что я вам сейчас представлю, это значительно проще и значительно более эффективно. Итак, микротравма, в результате которой напрягается плантарная фасция – это повреждение в результате воздействия незначительно превышающего пределы физической прочности ткани и приводящего в гости однократное или многократное повторение к нарушению структуры функции ткани. Больше всего это, конечно, у спортсменов, потому что нагрузки там гигантские, и мы благодарны спортсменам в том плане, что, по сути, мы воспринимаем их как лабораторию. У того, так сказать, у обычных пациентов это возникает в течение десятилетий, а у спортсменов в течение нескольких лет. И вот обратите внимание, тенденоз подошвенного пневроза, эндезопатии, пяточного бугра, оттягивая, соответственно, надпостницу, что происходит дальше. Дальше происходит следующая ситуация. При функциональной перегрузке и микротравме свежие микронадрывы, вот они здесь представлены, воспаление, асептическая боль, функциональное ослабление зоны эндеза, перегрузка и повторные повреждения соседних участков. Вот уже здесь, видите, обратите внимание, кровоизлияние. Если здесь происходит кровоизлияние, активные, соответственно, биологические активные вещества из курса под физиологией, помните, асептическое воспаление. Оссификация и ослабление демптирующих свой зон эндеза и повторения микротравмы. Вот, по сути, что представляет из себя эта самая пяточная шпора. И облучать ее жестким рентгеновским излучением, что-то, соответственно, делать какие-то препараты, в том числе и гормональные, или лупить этой самой ударно-волновой терапии, абсолютно смысла никакого нет. То есть, логика подсказывает, что это не совсем, так сказать, верный подход. Но обратите внимание, вот влияние плоской стопы на формирование болевых синдромов. Опять мы с вами от стопы уходим вверх, вверх, вверх и вверх. И когда мы озаботились этой проблемой, когда, смотрите, пациентов очень много было, у нас тогда клиническая база, кафедра была, не удивляйтесь, в клинике пограничных психических расстройств, очень стойких, длительных и, соответственно, резистентных формах терапии. Соответственно, пациентам мы пытались помочь. Каким образом? Мы разработали нехитрую технологию. Вначале восстановить трехмерно-пространственную, доктор Бегалин, все-таки мы в четырехмерном пространстве, четвертое измерение – это время. Поэтому вы говорили о нем, подходили близко к этому, да, соответственно, время-время, полтора года реабилитации. Но наша технология, она позволяет достаточно быстро, за несколько недель компенсировать пациента. Каким образом? Восстановить конгруентность всех 31 суставов. Это можно сделать с помощью известных устаупатам, мануальным терапевтам техник. У нас называется не упражнение, а техники. Соответственно, мы разработали некоторые и оригинальные техники. Для того, чтобы к вечеру не разгибать пальцы после потока пациентов, мы применяем вот такую, это пятая модель Steam, Steam 5. И, соответственно, таким образом, весь вибрация, она регулируется по амплитуде, по частоте. Можно, соответственно, вначале, потому что на приеме, те, кто занимается педиатрией, иногда пациенты приходят, стопы, ну, вы знаете, копыта напоминают по своей жесткости и плотности. Поэтому, проработав определенным образом стопу, восстанавливаем уже это, зарабатываем руками. Потом следующий этап в этой технологии подбор индивидуальных стелек. Применяем, соответственно, в следующий момент пациента погружаем в легкое состояние измененного сознания и методом прикладной кинезиологии подсознание никогда не ошибается и сразу же выбирает из ряда тех, так сказать, моделей стелек, которые компания-педиата предлагает, в частности, в СНГ. Соответственно, тут... И мы потом перепроверяем несколько раз, проводим ретест, и, как правило, ошибки практически исключены. Еще раз повторяю, потому что подсознание никогда не ошибается. Это вот разогрев заготовок, подготовка. Это вот Владимир Ильич, соответственно, так сказать, проводит первый этап, а потом начинается коррекция того, что находится выше. Результаты приведенного лечения по динамике редукции основных синдромов, пертаброгенные, болевые. Болевые, обратите внимание. Вот в это невозможно поверить. И сам бы не поверил, если бы сам не сделал. Абсолютно полная редукция болевого синдрома. И эффективность проведенного лечения по изменению уровня тревожности, депрессии и качества жизни. Выводы позвольте мне зачитывать, как на защите. Говорят, можете их сфотографировать. Следующая группа выводов. И вот племя молодое и незнакомое. Все чаще и чаще. Благодарю за внимание. С докладом «Плоскостопие и хроническая венозная недостаточность, патогенетическая связь» выступит кандидат медицинских наук, хирург, беголог, падиатор, остеопат, гермиолог, генеральный директор Центра здоровых НОВ «Гермес» Михаил Владимирович Сварковский, город Киров. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый председатель. Разрешите представить клиническое наблюдение. На серьезное научное исследование претендовать нельзя, в силу того, что это начальное наблюдение и подлежит дальнейшему изучению. Мы провели это исследование вместе со своими коллегами в нашем городе, в центре, который, извините, так получилось, носит мое имя, Центр здоровых НОВ. Поэтому каждый день мы сталкиваемся так или иначе с людьми, которые приходят именно с жалобами на боль. Если продолжить со докладчиков о том, что такое человек, что такое здоровье, наверное, все-таки человек – это замечательная картина, но, к сожалению, современная ситуация сложилась так, что мы почему-то разложили это на пазл и пытаемся каждый в своей специальности этот пазл соединить. Не всегда это получается здорово. 80% проблем у современного населения, так или иначе, опорно-двигательного аппарата, связано с проблемой опорно-двигательного аппарата. В последнее время, к сожалению, накапливается гипермобильность в тканях. Особенно это видно на современной молодежи. Мы сейчас не будем уходить в биохимию, не будем уходить в перекладную кинезиологию, но так или иначе, повреждения соединенных тканей в популяции нарастают. И по данным профессора Беленького, который провел это исследование еще в 2002 году, практически каждая вторая девушка и каждый четвертый молодой человек в Москве так или иначе наблюдали признаки гипермобильности. Что такое варикозная болезнь? Есть ли в зале хирурги? Что мы говорим на одном языке? Есть, наверное, замечательно. На самом деле варикозная болезнь та же самая гипермобильность. То есть в том или ином сегменте средняя ткань претерпела изменения в силу изменения соотношения коллагена и эластина и появляются те или иные изменения анатомические. Первые признаки венозного рефлюкса уже наблюдаются у молодежи в возрасте 12-13 лет, а 10-15% школьников, которые жаловались лишь на жалобы, на усталость в ногах, обнаружили рефлюкс уже по поверхностным венозным сегментам. Как в системе большой подкожной вены, так и в системе малой подкожной вены. Хотя клинически визуально варикозная болезнь не была диагностирована. Классические подходы к реплечению данных состояний, как правило, носят общий образовательный характер. Поднимаете ножки, носите компенсионные чулки, и в результате мы что-то подобное видим в стационарах. К сожалению, это не самый лучший вариант выхода данной ситуации. Но если мы назначаем фармакотерапию, то, как правило, большинство не любит этим заниматься. Во-первых, это расходы. Во-вторых, это определенный образ жизни. Не все вспоминают про них. Даже если сравнить статистику амбулаторного назначения препарата стационарно, вы поймете, что результаты будут разные. Когда я был на стажировке на Кипре, основоположник компрессионной терапии, доктор из Германии попросил нас наложить компрессионные бандажи. К моему скромному удивлению, я наложил бандаж и давление на уровне лодыжек оказалось 76 мм тут на стова. То есть я убил пациента. Это заведующий хирургического отделения со стажем. То есть смысл? На сегодняшний день даже врачи не точно накладывают компрессионные бандажи при определенном опыте. Гиперпронация пяточной кости. Ну и в целом стопы, если мы будем оценивать конкретные сегменты. Ротборд считает, что это основная причина ротации таза. Если, опять же, вспомним холистический подход к человеку, это не всегда так. Я немножечко в сторону отойду от основного доклада. Пяточная кость может уйти из-за того, что просто мышцы ослабы. То есть мышечный тонус снизился, и в результате человеческий мозг не может управлять мышечным корсетом. Но это чуть в сторону. Современные, модные какие-то изделия накладывают отпечаток уже на наше строение. То есть функции начинают определять структуру. Если посмотреть современную молодежь, ну, редкий товарищ, наверное, не видел такой картинки на наших улицах. И когда возникает такое выражение лица, то ты понимаешь, что, наверное, есть другой вид логии, который бы с удовольствием одел. Например, домашние тапочки. Многие женщины себя видели в таких же состояниях. Есть физиологическое состояние, оно непонятно, то ли болезнь, то ли физиология. То есть, к сожалению или к счастью, женщины рожают. Поэтому статистика варикозной болезни чаще все-таки у женщин. Соотношение вы знаете, я не буду напоминать о нем. Итак, все-таки где краеугольный камень соотношения варикозной болезни и проблем стопы? Как правило, проблема в стопе, как предыдущие докладчики уже рассказали, так или иначе запускает каскад изменений во всем теле. И если взять даже так называемые мышечные полны, просто несоущественность сегментов вызывает то, что та или иная мышца приходит в состояние гипертонуса, другая часть гипотонуса. Профессор Уль из Франции провел свое собственное наблюдение и обнаружил связь между статическими нарушениями стопы, так он выделил свое название, что в нормальной популяции повреждения стопы встречаются в 18% случаев. 37% это пациенты с фенозной недостаточностью и почти 60% у пациентов, которые превышают вес тела, и тем более, если есть повреждения глубоких сосудов. Функциональная анатомия. Сегодня было сказано про нормальную анатомию, но как правило, нормальную анатомию преподают на мертвом теле. То есть, как правило, об этом все забывают. Но тело живое, в нем есть как жить, будьте здоровы, подтверждение моих слов. Так вот, гипнозные помпы, повторяюсь, у живого человека, ответственны за возврат гипнозной крови к правому пресергию. На этом пути есть множество причин. Беременность одна из них, перекосы таза, мышечный тонус и так далее, и так далее. Не буду себе их причислять. Икроножная помпа – это основное периферическое сердце виновной системы. И мышечные помпы, как правило, активизируются при ходьбе. Поэтому образ жизни накладывает всегда отпечаток. Это взято из учебника достаточно древнего, но, тем не менее, многие из нас не знают, даже хирурги, как работают мышечные помпы. Так вот, в первую фазу ходьбы активизируется дистальная помпа голени. Затем активизируется помпа стопы, и только в конце толчка активизируется максимальный отдел икроножных мышц. И четыре основные помпы, которые находятся в нижней конечности, которые гонят в кровь сердцу против градиентных давлений. В первую очередь, это помпа стопы и плантарные вены. Вторая помпа – это голени, комбаловидные мышцы, которые имеют поперечное сечение и, как правило, относятся к мышце стресса. Из-за этого хронический стресс приводит к хроническому тонусу данных мышц и, соответственно, к задержке оттока лимфатической и венозной крови от нижней конечности. Это продолжает доклад Владимира Александровича. Подколенная помпа также находится в определенном расположении в пространстве. И помпа бедра – улоперепончатая мышца. Это слайд, который предоставлен профессором Улем из Франции. Он препарировал пациентов и обратил внимание, что латеральное венозное сплетение имеет калибр намного больше, чем медиальное. И если вспомним, что такое помпа стопы, то она расположена в плантарных венах. Это тот самый медиальный функциональный гон и коммуникантные вены системы поверхностных вен. А теперь важный момент. При каждом шаге, то есть когда фаза переката происходит, при каждом шаге примерно от 15 до 25 мл крови попадают в большегорцовые вены. При плоскостопии, гиперправнации стопы, псевдополой стопе, просто при ношении обуви или вот как ванцы, тапочки, банальные кеды, то есть, как правило, не происходит точного переката стопы по мягким поверхностям. Вспомним, что мы живем цивилизацией. Ходим по плотным палам, носим фабричную обувь. В результате данные параметры резко уменьшаются в зависимости от той или иной патологии. Данное высказание было подтверждено гемодинамическими исследованиями. То есть, при фотоплитизмографии было доказано, что коррекция биомеханики стопы значимо улучшает эффективность мышечной венозной помпы стопы и голени. И это коррелировало со стабилонетрическими, бароподиметрическими исследованиями, принятыми в ортопедии. Скромное исследование, 325 человек в нем провелось. Мы не проводили жесткой статистической аналитики, как это требует научный исследователь. Но, тем не менее, хорошего врача выбирают не по названию клиники, хорошего врача выбирают по субъективным параметрам. Как правило, это качество жизни после приема этого врача. Поэтому мое исследование носило все-таки больше субъективный характер. Так вот, мы взяли специально, разбили две небольшие группы. С0, С1, кто знает классификацию венозной патологии современную. С0, С1 это отсутствие признаков болезни при осмотре и пальпации. При хронической венозной патологии С1 это, как правило, теленгектазия. С2 это варикозные узлы, С4 это уже отечная форма с наличием варикозных узлов и изменением питания тканей. Специально брали группу с сохраненными клапанами и с вертикальным и горизонтальным рефлюксом. И, как правило, мы в выборку брали именно людей, которые имели ту или иную стадию плоскостопия, гипропронацию и статическое нарушение идилии. Почему? Потому что я для себя не выделял эти две группы по одной простой причине. Это относится к стопе и эти люди ходят. И самый важный момент, что эти люди согласились регулярно носить индивидуальные стельки. Потому что, когда начинаешь назначать компрессионный изделий, забыл одеть, неудобно, жарко. Если назначаешь таблетки, не хочу и так далее. То есть много принципов, но люди одевали обувь, и для них не вызывало отражения тот метод лечения, который был предложен. Именно с этой целью. Параметры оценки. Мы людей наблюдали кого-то месяц, кого-то 4 года. То есть, опять же, дитяное наблюдение. Оценивая симптомы. Опять же, качество врача, повторяюсь, оценивается качеством посещения этого врача. То есть, хорошо ли мне после него. Пациенту не важно, что на табличке, что на погонах. Доктор наукли, начинающий врач, если мне стало хорошо после посещения доктора, я веду свою семью. Он хороший. Даже если он нагрел ерунды. Так вот, пост должность, чувство распирания ног к вечеру, отечность. То, что принято называть клиникой хронической вынужденной недостаточностью, как раз относилось к этим субъективным жалобам. Парастезия, утомляемость, судороги. То есть, в принципе, данные жалобы могут встречаться при различных нозологиях, которые мы сталкиваемся каждый день. Результаты наблюдения. В первой группе данные симптомы прошли в течение недели полутора. Что очень удивительно было. То есть, для меня, когда я только начинал заниматься данной патологией. С2-С4, это кратковременно. Скорее всего, это было связано с индивидуальной адаптацией человека. И, по всей видимости, он воспринимал как что-то новое. И затем, чуть дальше расскажу, что происходило. А значимое, то есть, действительно подтвержденное улучшение клинической симптоматики встречалось не так часто. В группе, где был диагностирован рефлюкс крови по поверхности системы вен. Но при дальнейшем наблюдении в данной категории людей, эти симптомы, как правило, возвращались в короткие сроки. И требовали уже проведения антирефлюксных операций, либо склеротерапии, либо лазерной, либо радиочасторной аборции. В комбинации уже с использованием современных методов, применяемых хирургической практики по лечению варикозной болезни. Опять же, сравнительный анализ. Мы не стали вычленять отдельно фабричные заводские заготовки и индивидуальные термоформовочные стельки. Почему? Потому что, ну опять же, некоторые пациенты, начиная носить фабричные стельки, кто-то говорит, они просто некомфортные, выкидывают их. Особенно, если это относится к ригидным изделиям. И коррекция производилась в сроки, как принято в данной группе граждан. То есть, есть определенные параметры вношения индивидуальных сетей, когда люди приглашаются на корректировку. Как правило, это в течение нескольких недель. Ну, это просто как один образец. То есть, у человека есть проблемы со стопами, есть, вот здесь, к сожалению, такой снимок яркий. То есть, здесь просто была варикозная болезнь, которая видна. Мы специально не вычиняли молодых, не вычиняли, мы хотели определиться, насколько улучшится качество жизни на фоне двух смежных патологий после ношения индивидуальных стелек. Это просто один из профессоров нашего университета, которому было изготовлено индивидуальные стельки и дальнейшие рекомендации по образу жизни. Он бы не вернулся, если ему стало плохо. Но это практика просто, как отсказывают. То есть, видно, что у человека, ну, к сожалению, снимки, повторяюсь, извиняюсь на качество, что индурация кожи, это практически вот, то есть, плотные ткани, которые как кирпич, стопы, ригидные. То есть, человек просто мается из-за того, что приходит на свои занятия со студентами. Итоги. Проводя небольшой анализ того, что мы сделали, клинические проявления хронической генозной недостаточности в группах на стадиях C0, C1 у разных возрастных групп на фоне проблем со стопой, как правило, хорошо поддавались коррекции с помощью индивидуальных коррегирующих стелек. Повторюсь, мягкого порядка. Потому что жесткие стельки, даже, если чуть-чуть отмечуся, в индивидуальных стельках есть разные степени плотности. Если мы начинали использовать жесткие стельки для коррекции, то, как правило, такая симптоматика не уходила. Это опять же говорит о индивидуальном подходе каждому пациенту. То есть, нет шаблонов, абсолютно. Но мы специально не использовали флеботоники и компрессионных ликотаж, чтобы данное исследование было достоверным все-таки. И позволю себе рекомендовать данный метод лечения в качестве первичного метода реабилитации именно на ранних стадиях. На фоне обычных рекомендаций, которые, как правило, даются данным пациентам. При наличии рефлюкса веножной крови по системе поверхностных вен на фоне гиперпронации, гипермобильности, либо дугоподвижности геностопного суставов и вообще суставов стопы, применение индивидуальных стелек может быть включено в программу реабилитации новенько в первый уровень. И в заключение хочется сказать, что индивидуальные стельки могут значимо, слово значимо, ключевое, улучшать качество жизни. У пациентов с хронической генозой недостаточной, на фоне плоскостопия, статических нарушений стопы, улучшать проприорецептивную афферентацию. Повторяюсь, качество жизни это то, что мы ощущаем от того, как мы живем, наверное. Стимулирует работу мышечных помп всей нижней конечности и может быть рекомендовано как патогенетически обоснованный метод лечения и реабилитации указанных состояний, особенно на ранних стадиях. Огромное спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий доклад на церковь. Компьютерная оптическая топография и стабилометрия как методы диагностики и контроля у подростков с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата. С докладом выступит доктор медицинских наук ДАЦН, ЗАК Кафедра лечебной физкультуры и физиотерапии и врачебного контроля Санкт-Петербургского государственного федиатрического медицинского университета Александр Александрович Гайдюк, город Санкт-Петербург. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, я хотел бы представить доклад. Мы в своей практике используем лучевые методы диагностики, не только для диагностики, но и для революционного лечения, как контроль используем. Использование нечего-то инструментальных методов для диагностики, как я уже сказал, и контроля за состоянием опорно-двигательного аппарата у детей и подростков в нашей клинике стало уже само собой разумеющимся. Надеюсь, что наш опыт, который я хочу представить, для этих технологий даст вам возможность не только оценить ее достоинства, но и при желании применить его с успехом в своей работе. Осанка, как уже в серии было отмечено, стопа, в частности стопа растущего организма, ключевая компетенция, которая позволяет расти и развиваться в гармонии всем системам организма, создавая тот кутамин здоровья, который выделяет качество жизни на годы, самое главное, взрослого долголетия. Потому что пока это подросток, он на это не обращает внимания. Нам, конечно же, приходят подростки с жалобами, дети не с жалобами, приходят родители с жалобами на нарушение осанки и на какие-то деформации со стороны стоп, которые они видят. Но дети, как правило, не с жалуются. Ну, статистически подтверждается, все уже тут перед моим выступлением сказали, что значимое нарушение осанки это примерно половина всех детей. Ну, вот, и, конечно же, нас интересует в основном это первая степень, ну, и несколько мы захватываем второй степень. Цель исследования была анализ результатов лечения подростков с функциональными нарушениями, основываясь на сравнении выявленных этих нарушений со стороны осанки стоп до и после проведения нами революционных мероприятий. Задачей исследования стали создание паспорта осанки ребенка с междисциплинарным согласованным подходом в оценке выраженности нарушений со стороны осанки. И, конечно же, единый алгоритм революционных мероприятий определяет потенцию того, что будет дальше происходить с ребенком, как он выйдет из этого состояния. Пока создание паспорта осанки на всех уровнях, вот мы тут хотим представить такой некий алгоритм, скрининговый, нескольких уровней диагностически-революционных у нас он сделан, я его представлю. И сейчас только начинаем приступать к скрининговому уровню, хочу на нем немножко остановиться. Планируется во всех школах в одном из районов проводить мучевую диагностику осанки во всех нечетных классах с 1 по 11, то есть 1 раз в 2 года. Будем получать информацию о состоянии опорного аппарата. Все данные будут залазиться в персонализированный паспорт осанки, который, как вы понимаете, ежегодно будет пополняться, что, собственно говоря, позволит нам в случае ухудшения состояния со стороны опорного аппарата в динамике перейти на следующий диагностический революционный уровень. Для скрининга очень хорошо подходит мобильная система третьего поколения, произведенная в Новосибирске в ЕИТО. Абсолютная безвредность, объективность, диагностическая информативность, высокая корреляция с данными генологическими. Огромная пропускная способность прибора до 300 человек в день. Обследование непосредственно выезжает в школу, и съемки можно проводить, врач для этого не требуется. Ну вот это слайд, который был взят у Владимира Павловича Сарманского. Такую систему они уже начали использовать в Новосибирске по типу трех светофоров. В городе Новосибирске в 2010 году вот они начали этим заниматься. То есть нас будет интересовать вторая и четвертая группа, это по фронтальному. Светофор это зеленая группа, желтая группа и красная группа. Ну красная группа уже подвяжет серьезной работе, а желтая группа наша основная. Ну вот надо сказать, что они начали работать, и вот в школах выявили такие, извините, в школах выявили вот такие степени сколиоза, что я считаю при наличии таких приборов и методик скрининговых вариантов недопустимо, конечно. Итак, диагностический, что уже реализовано у нас, диагностический консультативный уровень. Он у нас представлен оптическим топографом. Как видим, главное тоже достоинство, тоже технология безопасна, бесконтактна. Быстрота, точность, что позволяет определять форму дрозальной поверхности тулощи с виртуальным построением массива звоночника во всех плоскостях. Метод показан детям примерно с пяти лет, не имеет ограничений по количеству исследований, и также может выполняться взрослым. Топографические параметры, которые мы используем, учитываются нарушения со стороны таза, позвоночника во всех плоскостях. Все они абсолютно корректны, сравнены между собой по истечению любого количества времени. Вот Владимир Ильич это делает руками, но вот можно делать технически, создавая все эти данные на оцифровую осанку. Так выглядит сам ребенок, его рентгенограмма с функциональным склерозом первой степени, перекос таза, дугар, ну вот асимметрия осанки и все, что уже о чем говорили. Далее стабилометрия позволяет как в статике, так и в динамике определить состояние стопы, баланс тела, походку. По графическим отображениям результаты можно качественно оценить. Опорную функцию, двигательную функцию, получить количественную оценку параметров и взаимодействие стопы с опорой. То есть тот же перекат, но все, что требуется, можно определить. Представлены параметры, которые мы используем для диагностики, как рельефа стопы, так и баланса тела в сагитальной и фронтальной плоскостях. Третий модуль, он представлен 2D и 3D-сканерами уже теперь, что позволяет нам после сканирования моделировать ортезы с учетом всех выявленных особенностей, не только стоп, но и всей осанки в целом. Мы используем механическое влияние, механическое тоже ортезы, разновысокие стирки, создавая механические условия для правильного взаимоположения всех геозвений. Подбор этих стелек является обязательным компонентом программы реабилитации функционального нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата. Показан пример работы компенсатора 6 мм. Справа нет никаких сомнений, что физическую нагрузку вот такой ребенок будет воспринимать более симметрично, а следовательно и более эффективно, чем естественная позиция. Реабилитационный уровень наш реализуется непосредственно в отделении реабилитации в нашем центре, где ребенку проводят лечебная гимнастика, мануальная терапия, бостерапия и занятия гидрокинезотерапией. Программа мероприятий представлена на слайде. После проведения инструментального обследования, подбора ортопедических стелек, врач ЛФК расписывает реабилитационные мероприятия. Так называемые маршрутные места. Занимает он примерно от 4 до 6 месяцев. В них входит 10-12 обучающих занятий ЛФК. При необходимости выполняется несколько процедур мануальной терапии от 3 до 6 занятий. Также за период наблюдения ребенок занимается с тренером в бассейне по индивидуальной программе. Дети с удовольствием занимаются также бостерапией, что значимо укрепляет силу и выносливость мышц в зонах интереса. Поясничный, грудной отдел, пресс, спина, ступа. Через 4-6 месяцев проводится повторная инструментальная диагностика для того, чтобы сравнить с периодичной. Итак, основным из реабилитационных мероприятий считаем курс лечебной гимнастики. Алгоритм гимнастики представлен основным постулатом, формируем устойчивый навык правильной осанки у пациента. Упражнения подбираем с учетом выявленных нарушений. Во всех плоскостях. То, что позволяет наша оцифрованная осанка. Гидротреопия, комбинация различных услуг. Но основная является работа в бассейне с использованием искусственного регулированного течения. Что очень хорошо. Даже малый объем бассейна. То есть у нас он 4 на 4. Есть противоток. Очень хорошо работают дети. То есть создается иллюзия. Они плывут. Ставят технику по типу аэробики. Ребенок занимается по программе с тренером, который также учитывает все нарушения со стороны осанки. И доказано, что в гидросреде достигается максимальная симметричность укрепления всех мышц тела. То есть он как бы в невесомости укрепляет симметично все свое тело. Бостерапия. Все его знают. Включает в себя комплекс лечебных и профилактических, физиологических процедур. В ходе которых пациенту посредством сигналов внешней среды сообщается о выявлении нарушений в организме. При этом появляется возможность корректировать эти нарушения. Выполняя активные действия определенной группой мышц. И создавая тем самым так необходимый нам мышечный корсет. Который и позволяет нам уйти впоследствии от компенсации от разновысок истерика. Мануальная терапия также у нас присутствует. Выявляет, устраняет метки малейстатические и динамические стереотипы. Определяет участки дистонса. С функциональными блоками в позвоночных двигательных сегментах и крестово-позвножных суставах. Мануальная терапия должна носить индивидуальный характер. Проводится по строгим показаниям, которые представлены на слайде. После проведения терапии необходим повторный инструментальный контроль для подбора высоты компенсатора. На слайде у нас есть девочка. До и после проведения мануальной терапии. Видна динамика по основным параметрам. Перекос и сколиатическая дуга. Здесь он был такой. Вышел в желтую зону. И, пожалуйста, теперь реакция. Та же пациентка. Реакция на 6 мм. Это было до проведения мануальной терапии. Это после. То есть те же 6 мм. Но результат совершенно разный. Массаж обязателен в период наших регуляционных мероприятий. В центре он обычно классический. Чередуем с подводным массажем. Итак, за 4 года в нашем центре мы обследовали 1700 детей. 602 ребенка вошли в группу. Носили разновысокие ортопедические стельки. Основную группу занимали. Они вошли еще и потому, что занимались величайной гимнастикой дома. И строго выполняли все рекомендованные революционные мероприятия. В контрольную группу мы отнесли часть этих детей. 270 ребенка. Всего 600. Так разбились они. И эти дети, которые дома не занимались. Они занимались нерегулярно. Как видим, при выполнении нашей программы в полном объеме положительный результат достигался практически у всех пациентов, которые уже выполняли все наши задания. А в контрольной мы их называли ленивцами. Вот половина из них. И то есть результат, даже если они незначительно занимаются, ходят в стельках, ходят, посещают какие-то водные процедуры. Несколько пациентов. Вот наш Дмитрий, 15 лет, вот нам пришел с такой информацией. Это спортсмен, баскетболист, кандидат в мастера спорта. Пожаловался сам. Тренер ему сказал, не боясь надборы. Жаловывался на боли, плохо работаешь. Ну, пришел. И за 7 месяцев мы с ним поработали. Он работал очень активно, эффективно. Это маленький ребенок. Здесь даже за более короткий срок он может уйти от высоты. Ну, например, с 8 мм уходим на ноль через год. Где-то там. Одну секундочку. Я хотел показать паспорт, как выглядит. Можно попросить вас включить. Там у нас три мелких таких файлика. Первый, который вверх. Займу еще одну минуту времени. Хочу представить, как выглядит паспорт, который создается. Вот сейчас мы их создаем для спортсменов. Приходит спортивная школа, мы их смотрим. И с года в год их происходят. И создается такой некий паспорт. Это будет пригодно и для скринингового метода в школах, когда идет общий осмотр аппаратный. Далее мы можем создавать этот паспорт и уже готовим. Ну, сегодня у нас технические какие-то... Так, вот что-то показалось. Спасибо большое. Извините за осколканный доклад. Следующий доклад на тему. Терапевтическое тейпирование в санатурно-курсотном лечении патологии и стопы представит Федрик Александрович Суботин, кандидат медицинских наук, драматолог-ортопия, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, физиотерапевт, ассистент кафедры физиотерапии Крымского государственного медицинского университета имени Георгий Ерского, президент Международной ассоциации специалистов стерапевтического дейпирования, город Симферополь, республика Крым. Патология стопы, как уже предководили предыдущие докладчики, занимает огромное место, составляет огромную проблему патология поднадрительного аппарата. Как представитель школы медицины Крымской, соответственно, курортной, мы сталкиваемся с определенными особенностями проявления патологии стопы, в условиях курорта. Какими именно? Ну, подождем, пока появится презентация. А в первую очередь, конечно, это смена обуви, потому что пациенты, приезжающие на курорт, независимо, это санаторное, или это отдых, так называемые, или таким образом, либо дамы особенно перескакивают на высоченный каблук, либо наоборот, на абсолютно плоскую подушку, особенно обувь под названием вьетнамки. Обувь, которая, и обувь это называть довольно сложно, не выполняет удерживающей функции стопы, и, как говорили в предыдущей докладчике, мы и так ходим по жесткой, ровной поверхности, еще в некачественной, жесткой обуви, потому что мы знаем, что всего лишь 5% обуви выпускаемой соответствует наркозеологическим особенностям стопы. К сожалению, когда человек приезжает на курорт, он, соответственно, пытается успеть все. То есть старая, добрая практика 24-дневного санторно-курортного лечения МИДХАНОЛОВЛЕТО вместе с Советским Союзом. Соответственно, люди приезжают на 3 дня, на 5 дней, 10 дней, 15 дней, и пытаются объять не объять. Получится на турно-курортное лечение, а самое главное, особенно, во вторых условиях, это посещение всевозможных исторических и культурных мест, которые, как правило, расположены либо в горах, либо ниже гор, и получают огромную знакопеременную нагружку на стопу. Тон нагружку, с которым в повседневной жизни совершенно не характерна для стопы цивилизованного человека из мегаполиса. Если вы обратите внимание на людей, идущих по улице, то складывается впечатление, что к стопе привязан утюг, а на асфальте разложено белье. И вот он идет глади, то есть нету переката, ничего, идет просто скользящее движение стопы над поверхностью, и все. А какой уж, простите, икроножный мышечный насос, а какой уж, извините меня, перекат, зона распределения, просто идет плоское движение стопы. Соответственно, когда пациент попадает в знакопеременную нагрузку, то, сейчас я чуть-чуть вернусь назад, мы еще помним о том, что, как я уже говорил, дегеративно-эстрифические заболевания стопы занимают не только в связи с нарушением стереотипов, но и в связи с развитием ряда осложнений. Существует следующая теория возникновения деформации стопы. Это есть дементарная теория вношения в специфическую грудь, диспластическая, коллеги уже касались этого вопроса, биомеханическая функциональная недостаточность и травматическая. Причем, вот, за исключением, пожалуй, диспластической, вот эти все три механизма очень характерны для курорта. Специфическая обувь есть, биомеханическая, то бишь перегрузка при функциональной недостаточности и, соответственно, получение травм. Вот такая обувь, которую сегодня мы видим на ногах нашего прекрасного пола, соответственно, приводит к огромной перегрузке вместо нормального ношения нормальной обуви. Ну, может, не будем говорить опасно обувь. То, что высокий каблук, который приводит к коммунизации, к конструктору, но вот эта совершенно замечательная обувь, которая под названием вьетнамки. Чем она опасна? Опасна тем, что стопа всегда у нас влажная. И, соответственно, отсутствие мало того, что по фиксации пятки, при толчке, плюс инфологом и сочленениями, отсутствие фиксации влажной поверхности приводит к перегрузке от плантальной фасы, так и всего связочного аппарата стопы. Ну, и еще, конечно, ущемление между первым и вторым пальцем, перемычки. В результате вот самое малое то, что мы получаем и видим на курорте. Соответственно, место ее не на ноге, а совершенно в другом месте. Мало того, что мы платим ношением обуви всевозможными деформацией стопы по сравнению с такой басовым человеком, который работает полностью функционально, мы еще и над ней издеваемся. Потому что наши великие коллеги говорят о том, что главной адапционной реакцией живой матери является движение. И стопа обеспечит функцией передвижения на двух ногах постуральную поддержку и стабильность. А самое главное, что она также играет вольную роль, как эффектора, так и датчика. Соответственно, нарушение функции стопы нарушает как ее функциональную активность, так и активность постурального датчика. И учитывая, что санитурный курорт лечения, кроме классической боленеологии, физиотерапии, грязь и лечения, включает также пешеходную нагрузку, но в лучшем случае это будет нордическая ходьба, нордиквалкинг с палками, которая способствует разгрузке понадобительного аппарата. А обычно это не только лежание на пляже и лицезрение окружающих красот, но, как я уже сказал, знакопеременная нагрузка. Если мы идем вверх, то мы обязательно будем идти вниз. Это горы. Что происходит при этом на курорт? Смена обуви, знакопеременная увеличенная пешеходная нагрузка, приводит к перегрузке стопы, соответственно, к изменению динамического стереотипа, либо к повреждению мышечно-связочного аппарата стопы. Это может быть острые травмы, либо микрые травмы, соответственно, приводят к обострению хронических соборований стопы, и мы предложили методосвечение терапевтическое дейпирование. Оно включает три направления. Орто-дейпинг, хорошо известную диспергию, стабилизирующее дейпирование, кинезиологическое векторное ортодинамическое исправление движения, формат 개терапевтического дейпирования с использованием трансформальных терапевтических систем, комбинация жестких и эластичных пластырей, комбинация других методов степельных. И также, что очень важно для пребывания человека на курорте, это сочетание с физиотерапевтическими методами, с методами лечебной физкультуры, с методами мануальной медицины, конечно, с методами альтезирования и с другими лечебно-реабилитационными мероприятиями. Также, что особенно важно, кинезиологические тейпы являются водостойкими, что не ограничивает пациента принимать купание в море, в ванной и так далее. То человек приехал 10 дней, я ему скажу, нетушка, я вас затейпирую, вы будете сидеть на берегу, скорее всего, он просто повернется и уйдет. Применение приострой травме, классическая варусная травма голеностопного сустава, третий день, пятый день, разница видна на лицо, вернее, на ногу. При перестройке динамического стереотипа, первая фаза, начальная фаза адаптации, фаза перестройки динамического стереотипа может двигаться по другим направлениям, уравновешивание на новом функциональном уровне стопы, либо переход в патологическую реактивность. Она также может перейти в третью фазу, фазу выравнивания или различные варианты перегрузки. Мы также применяем метод терапевтического терапевтия для компенсации нарушения локомоции. В стабилизации перегрузки это не значит, что надо замотать всю стопу, а нужно применить принцип киски, пен, сталь, шот от симпл, делай короче и проще. Это относится, в принципе, к любому лечению. Методика коррекции стопы с помощью терапевтического терапевтия имеет ряд неосправимых и специфических преимуществ. В первую очередь, правильно апплицирован, надежно удерживать стопу, оказывая терапевтическое воздействие на протяжении нескольких дней, что исключает частое обращение к специалисту, опять-таки, в условиях курорта. Очень важно, мы не ограничиваем двигательную активность пациента, мы не запрещаем ходить на экскурсии, ездить, человек приехал отдыхать, но при этом ему нужно оказать помощь. Мы можем выполнить усиление продольного свода стопы с специфическими методами терапевтия, так как переход на более плоскую обувь, на условиях крымских пляжей, это галичные пляжи, ну, за исключением побережья Евпатории, очень жесткая нагрузка, человек получает процедуру тейпирования, ходит на пляж, взаодно и не ранит ноги, а гальку. При статодинамическом тейпировании мы апплицируем на коже эластичные тейпы в комбинации с неэластичными. Жесткие тейпы апплицируются в области суставов, проекций поврежденных сражек, облагозуя их дупликатуру на кожу, способствует стабилизации в случае травмы или заболевания, а кинезиотейп апплицируется в местах повреждения мышц. То есть мы осуществляем такую физиологическую комбинацию тейпирования. Вот применение на области гальностопного сустава, жесткие тейпы с эластичными тейпами на области мышц стопы. Комбинированные тейпирования, стабилизация стопы с методами противоотечного тейпирования, так как нарушение функций гульника, говорил один из наших докладчиков, это нарушение венозного кровообращения. Мы часто на курорте сталкиваемся, особенно у женщин старше 40 лет при климатерическом периоде, с так называемыми идиопатическими отеками голени. Стимулирующие тейпирования при нарушении функций мышц, в данном случае передней большеберцовой мышцы, мы улучшаем ее функцию. Или вот пример коррекции плана вальгусной стопы, извините, немножко темновато снималось в кабинете, до тейпирования и после тейпирования. В принципе, достаточно четко видно улучшение функции. Конечно, главные преимущества, получение благоприятных результатов коротких промежуток времени, красота и экономичность применения, возможность непрерывного корректирующего воздействия до 3-5 суток, отсутствие фармакоактивных веществ, и самое главное для курорта, отсутствие ограничений в процессе занятия жизнедеятельности и спорта. Коррекция, стабилизация, а вот на закрепление мы уже отправим специалистам по ортезам фирмы Фармтотикс на, как мы говорим, в Крыму на материк, потому что 3-5 дневные, 10 даже дневные пребывания пациента на курорте не позволяет провести полноценную процедуру тезирования. Ну и попробуйте ортез поставить во Вьетнамке. Кто сумеет, скажу спасибо. И я очень рад представить, потому что вот буквально вчера вышло национальное руководство по физической реабилитации и реабилитационной медицине России, где кинезиологическое тейпирование включено в официальное применение. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Сразу захотелось намного. Понятно. Мы еще работаем. Последний доклад на тему. Морфологические особенности формирования поперечного плоскостопия и молоткообразной деформации пальцев стоп представит ортопед-троматолог, член Межрегиональной ассоциации преподобной кинезиологии, член Лиги содействия развития падиатрии, медицинский консультант компании падиатор Анатолий Владимирович Башков, город Краснодар. До свидания. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад здесь будет интересен. Вы поймете его, несмотря на то, что вы уже послушали немного. Он очень частный, конкретный, и вы знаете, это общего к частному. Там статистика о том, что фактическая плоскостопия встречается гораздо чаще, чем продольная плоскостопия. И в патиологии мы уже много раз слышали, что это проблемы связочного аппарата и мышечного аппарата. Фактор риска реализует его. Это уровень характеристики активности, нерациональный обувь и цыточный вес. Клиника, все знают прекрасно, да, это всевозможные метросолки, это гиперкератозы, невромы Мортона, деформации пальца, молкообразная вальбусная деформация. Хотя вот неврома Мортона, это никакая не неврома, не опухоль, это утолщение оболочек нерва из-за его перегрузки механической. Оперативное лечение около 400 методик применяется только когда сочетается с холлимс вальбусом и при выраженном болевом синдроме и отсутствии эффекта консервативного лечения. Рецидивы очень часто бывают, и вторая, предпросы рецидива бывают даже хуже, чем было раньше. Вот всевозможные методы консервативного лечения, мы уже видели, часто бывают неэффективными дальше. Из-за чего? Очень часто из-за неспецифичности лечения при проблеме поперечного плоскостопия и невозможности или нежелания пациента устроить фактор рископерегрузки с холлимсом. Что уж не мы слышали об этом. Дальше. Мышные поддержки сводов. Тут, ну, придется рассказывать, да? Какие же все-таки факторы сближают плюсневые кости друг к другу? Если мы обратимся к литературе, мы увидим, это малоперцовая длина, длинная малоперцовая мышца, задняя большоперцовая мышца и абдуктор. Вот длинная малоперцовая и задняя большоперцовая мышца мы можем вполне целенаправленно напрячь и посмотреть, что будет происходить. В момент максимальной нагрузки на передний дел столбик, момент заднего толчка, максимальная нагрузка идет на первый палец и в меньшей, гораздо степени, на второй, четвертый и пятый пальцы. И при этом самыми активными мышцами являются сгибатели пальцев. Сгибатели длинные и короткие первого пальца и сгибатели длинные и короткие второго, пятого пальца. Но сгибатели пальцев не крепятся к плюсневым костям, и длинные, и короткие. И поэтому повредять на взаиморасположение плюсневых костей они вряд ли могут. А вот длинная малоперцовая и задняя большоперцовая вполне себе. И я прошел следующим путем дальше. Меня провел в УЗИ здорового человека. Напрягая заднюю большоперцовую и длинную малоперцовую, по очереди мы исследовали расстояние между головками плюсневых костей и между основанием плюсневых костей. И мы обнаружили, что при напряжении длинной малоперцовой и задней большоперцовой расстояние между головками плюсневых костей практически не изменялось. Между основаниями, да, оно значительно уменьшалось. Головки, как были на основном месте, так и не оставались. Но самое интересное, что при сгибании второго кальция и второго пятого, сближение головок происходило на 1,7-2 мм. Это значительно в том отделе. Но опять же, мы уже выяснили, что сгибатели пальцев не крепятся к плюсневых костях. Что же тогда движает? Если мы обратимся к анатомии, откроем учебники по анатомии, то мы увидим, что к плюсневым костям крепятся еще межкостные мышцы. Там есть такие. Вот, так вот, межкостные мышцы крепятся к основной фаланге второго, пятого пальцев. Никакие больше другие мышцы к этим фалангам не крепятся. Никакие больше практически другие мышцы крепятся к плюсневых костям, кроме труда, которые невозможно направленно напрячь. В ноне, когда человек напрягает, вот в фазе заднего плачка перекатывается через стопу, задняя большеберцовая и длинная матерцовая являются синергистами, а в основном напрягается вот как раз-таки межкостная мышца, которая сгибает плюсневый фаланговый сустав и при этом разгибается, как мы видим, межфаланговые суставы разгибаются. Межфаланговые суставы вот здесь они разгибаются, а плюсневый фаланговый сустав сгибается. Когда мы видим деформацию молокообразную, здесь все наоборот. У нас подверг, тыльный и разгибание, переразгибание плюсневый фалангового сустава и сгибание максимального межфалангового сустава в первую очередь. Что из-за чего? Из-за того, что крепится к нему короткий сгибатель, перенапрягается в первую очередь короткий, ну и потом уже длинный сгибатель пальцев дальше. Поэтому возникает порочный круг. Все мышечные дисбалансы, какие только могут происходить при всевозможных причинах, приводят участок к гипертонусу комбаловидной мышцы и короткой сгибателей. Это ингибирует синергиста межфосную мышцу. Это приводит к расширению плюсневых костей и еще большим гипетцем межфосной мышцы. Дальше происходит их полнотрофия. Что мы видим? Вот в самом начальном этапе верхняя картинка, это такое бывает, что приходит в начальной стадии и цинит. Ну и дальше мы видим уже нижние, чаще всего, варианты. Лечение, на мой взгляд, должно происходить по следующим параметрам. Это восстановление мышечной балансы стопы и дальше уже воздействует на факторийский избыточный рис, изготовляет ротезы стоп и поиск решения вышедших мышц и дисбаланса стоп-турных, эмоциональных и химических. Вот, в основном, мышечный баланс стопы согласно приводной кинезиологии и принципам, это стимуляция нескрепления слабых, лечение гипертоничных мышц синергистов, методом стремен-контрастрина, растяжение упорочных фаз мышц антогонистов, в данном случае, даттыльных фаз и стопы и тренировка переоблачения. Растяжение тыльной фаз и стопы, как мы тоже видели, где-то, на стерлбе, на стоп-турных. Тренировка межкостных трус, я предложил вот такое упражнение. То есть, человек становится одной ногой на табориточку, первый палец выключаем из нагрузки, потому что он основную нагрузку идет в момент толчка, он нам не нужен здесь. Голеностопный сустав в максимально потушенном сгибании, это принципиально, чтобы исключить действие икроножной мышцы. И дальше мы поднимаемся на пальчики, тренируя именно сгибание плюсних фаланговых суставов. Клинический тренер. Пациентка, 64 года, практически при степени степени возраста, жаловалась на сильную боль в области головы, плюснюю к оси, она не могла босиком ходить по твердым полам. Если ночью она вставала в туалет, то она еле доходила до туалетной комнаты, назад она на четвереньках возвращалась в койки. Ей было проведено после уже рецидива и ортезирования, и разные физиопроцедуры, но боли сохранялись. И ударно-волновая в том числе. Степиометрическое исследование я проводил достаточно жестоко, на мой взгляд, но это пил душевую, стоя на одной ноге на переднем отделе в 20 секунд. И вот два месяца лечения, да, вот такой протокол, два месяца она ходила ко мне как на работу. Это очень упорно попала в пациентку, в отличие от остальных. Все дни, когда я работала, она ко мне приходила и получала лечение. Ты тут сорок лет, мы с ней работаем. Оценка результата здесь тоже была. Я оценил по шкале американского ортопедического и сообщества стопы и сустава, где мы столкнули. Там вот критерии описаны. Значительное улучшение произошло. В результате, вот если и без хани, до и после, мы посмотрели. Внизу картинка, это суммарная за 6 шагов нагрузка на стопу. Видно, что пики ушли. Вот здесь даже картинки очень хорошо. Вот это родинка, здесь это же стопа. Видно, какая здесь молоткообразная деформация и здесь уже ровненькая. Вот такие стопы были. Вот примерно такие столетия два месяца. Лечение все выше. Я пошел дальше и исследовал уже на спортсменах. Я пошел к здоровым ребятам 17-18 лет, первопорстникам Кубанского университета физического культуры и спорта. И мы сделали исследование очень простое. Мы на стопеометрии уже более щадящим протоколом исследовали, стоя на двух ногах на переднем отделе, чтобы максимально вовлечь межкостные мышцы в работу. После этого мы проводили тест оболакова. Это максимальное выпрыгивание вверх. После этого мы сделали упражнение с нагрузкой 5 кг и повторно тест стопеометрию и тест оболакова. Потом математистическая обработка производилась. Результат стопеометрии скорость уменьшилась, энергонизм уменьшился, тест оболакова высота прыжкова увеличилась на 5-7%. Это вот за полчаса всей работы. Анализ постоверное улучшение от 40 неизначенной стены 0,5. Которую группу постоверного различия не было найдено. Которую группу через 2 дня входило 5 человек из 8 человек из исследования из следующей группы. Выводы. Роль межкостных мышц страны не доценена, но именно эти мышцы являются основными, которые сближают плюснивые кости друг к другу в дистальном отделе. Крайние мышцы в мышечных цепях это наряду с длинным сгибателем первого пальца межкостные мышцы. Ошибочно используются в тренировке кинезиологов сгибатели пальцев а не межкостные мышцы. И вот в нужной методе как можно более эффективно лечить проблемы подричной плоскостной стопе. Выключение специфичной связистики позволяет значительно улучшить лечение консерватив плоскостной но без изменения образа жизни без исключения ношения неоптимальной йогуви без поиска и решения вопросов мышечных дисбалансов вышедших структур данная методика конечно же будет краткой и секретной. спасибо за внимание дорогие коллеги предлагаю перейти к обсуждению прослушенных докладов я не сомневаюсь что доклады вызвали у вас масса вопросов какие-то моменты вне горячей поддержки может быть и возражения я прошу вас поделиться своими впечатлениями и дополнениями пока вы собираетесь с мыслями Владимир Александрович поделитесь вашими впечатлениями сегодняшней секции уважаемые коллеги мы проводим не первый семинар не первую секцию и не первый к счастью не кому потому что вы наверное заметили что участники наших сегодняшних 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 ариапага соответственно врачи исходно разных медицинских базовых специальностей которые пришли в поте АТРИО и несмотря на то что у нас нет официально формально такой медицинской врачебной специальности тем не менее компания педиатр и лика содействия развития педиатри у нас в стране работает работливо создаются соответственно новые кабинеты в разных городах не только пациенты но и по всей нашей великой так сказать и могучей стране и ситуация складывается следующим образом почему возникает интерес к педиатрии у врачей разных специальностей от травматологов ортопедов неврологов до не удивляйтесь психотерапевтов по видимому из наших докладов доклады с моей точки зрения довольно сложные но очень интересные и сложность докладов определяется тем что докладчики пытались донести до аудитории те свои наработки порой уникальные наработки которые соответственно получены были при клинической практике каждого из нас обратите внимание разные соответственно возрастные уровни разные уровни подготовки уровни соответственно так сказать ученой степени дегри и так далее но тем не менее по качеству докладов я бы отметил что качество докладов довольно высокое и поэтому ваши впечатления ваши какие-то может быть комментарии вопросы мы с удовольствием выслушаем но я бы хотел вам предложить те кто заинтересовался падиатрией вступайте в нашу лигу читайте наш журнал печатайтесь вы можете приобрести сегодня здесь журнал это свежий номер там кроме всего прочего есть еще и некоторые моменты каким образом стопу готовить к изготовлению юзиальных супинаторов и ситуация складывается следующим образом в одном из докладов прозвучало что каждый второй житель мегаполиса имеет проблемы я не согласен с этим тезисом каждый первый житель мегаполиса в частности Москвы вы выйдете на улицу обратите внимание никто практически никто не ходит именно с физиологически обусловленным оптимальным двигательным паттерном ходит почему это происходит необходимость вы получите свою журнал необходимость передвигаться по твердым неуступчивым поверхностям вызывает изменение двигательного стереотипа в варианте адаптации под антропогенную среду плюс неадекватно подобранная обувь часто дешевая неадаптированная под данную конкретную стопу вызывает изменение паттерна по соответственно по закону больших чисел неоптимальный двигательный стереотип изменяет в том числе и двигательный стереотип всех других структур и влияние патологии стопы на опорно-двигательный аппарат на внутренние уровни на национально аффективные расстройства оно соответственно нам сегодня нами сегодня были донесены поэтому мы ждем вашего участия в лиге ждем вашего участия в оздоровлении нашего населения каждого конкретного и еще я хотел бы обратить внимание на то что может быть вы заметили или не заметили наш подход современный индивидуализированный персонализированный к каждому конкретному пациенту более того к каждой стопе благодарю за внимание спасибо 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 спасибо